Бюджетная обеспеченность гарант развития в связи с ожидаемым поступлением налога на прибыль организации и доходов в виде прибыль на нефти по проекту Харьягинской СРП, бюджет Ненецкого округа на 2017 год по доходам и расходам увеличен на 2,291,000,000 рублей. Расчет произведен, исходя из устойчивой цены за баррель нефти, в размере 51,5 доллара и курса доллара 59,5 рублей. Дополнительные средства делают доходную часть бюджета текущего года более увесистой – 15,5 миллиардов рублей, по расходам более 17,2,000,000,000. Дефицит казны опускается на две позиции – до 12%. Направление расходования бюджетных средств депутаты окружного парламента сегодня на сессии приняли сразу в двух чтениях. О развитии региона в цифрах расскажет Мария Владимирова. На фоне подросшей цены на нефть бюджет Ненецкого округа 2017 года стал выглядеть вполне оптимистично. Дополнительные доходы от Харягинского СРП позволят не только залатать дыры, но и динамично развиваться региону. Экономический рост будет обусловлен прежде всего за счет жилищного строительства и объектов социального назначения. Это стало возможно благодаря выделению департаменту строительства ЕЖКХ более 1 миллиарда рублей. Одним из приоритетных направлений развития экономики остается строительство жилья. С целью выполнения майских указов президента увеличены бюджетные ассигнования на 952,7 миллиона рублей. Также включены дополнительные ассигнования на строительство социально значимых объектов, таких как детский сад на 220 мест по улице авиаторов и другие. Выделенные средства позволят уже в конце текущего года ввести в эксплуатацию 7 секций из 10 в жилом семиэтажном доме на улице авиаторов. Кроме того, увеличено ассигнование на строительство и содержание инфраструктурных объектов. Это автомобильные дороги общего пользования, регионального и межмуниципального значения. Это значит, что в текущем году продолжится реконструкция дороги по улице Октябрьской. Начнется строительство дороги между улицами Чернова и Рыбников. Частично будет реконструирована дорога Ленина-Рыбников. Также выделены деньги на строительство дороги на Ренмарк-Красное и на Факеле. Финансовую поддержку получили и авиаторы. В том числе 31 миллион на компенсацию выпадающих доходов нашим авиаперевозчикам, как по межмуниципальным перевозкам на территории округа, так и межоригинальным направлениям по специальным тарифам. Таким образом, наши пенсионеры и молодежь, пользующиеся проездом на Ренмарк-Архангельск на Ренмарк по льготным тарифам, это направление будет продолжено и дальше за счет средств окружного бюджета. Увеличено ассигнование и по департаменту природных ресурсов на 81 миллион рублей. Выделенные средства будут направлены на субсидии в молочном скотоводстве, субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, на производство хлеба, на возмещение части затрат на электро- и теплоснабжение. Кроме того, установлено новое расходное обязательство по возмещению части затрат по доставке продовольственных товаров на острова Колгуев и Вайгач. Вслед за сектором экономики поддержку из окружной казны получит и блок «Социальный». Так, департамент образования, культуры и спорта дополнительно получит более 444 миллионов рублей. Благодаря выделенным средствам расходы ведомства станут выше уровня 2016 года на 5,4%. Выделены 167 миллионов средств для полного погашения крыльторской задолженности по образовательным учреждениям. Бюджетные ассигнования увеличены по субсидиям бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам. На организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций для детей от 7 до 14 лет. На организацию обеспечения вывоза обучающихся детей в начале, в конце учебного года и на зимние каникулы. На предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений сотрудникам образовательных учреждений. На оплату льготного проезда для работников образовательных организаций. На осуществление выплат по возмещению коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам сферы культуры, работающим, проживающим в сельских, населенных пунктах округа и другие. По департаменту здравоохранения бюджетные ассигнования увеличены более чем на 445 миллионов рублей. Таким образом, все меры социальной поддержки в 2017 году будут обеспечены на 100%. В том числе было выделено 16,5 миллионов рублей дополнительно на бесплатные путевки детям, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении по заключению врача. Выделено 32,5 миллиона рублей на компенсацию проезда жителей округа на лечение, на консультации. Другие субъекты Российской Федерации в лечебные учреждения. Эта услуга у нас сегодня очень востребована. 2 миллиона рублей выделено больным на ежемесячные выплаты больным с сахарным диабетом, онкобольным. И также дополнительные средства выделены людям старшего возраста на ежемесячные выплаты, пенсионерам, неработающим пенсионерам, которые имеют несовершеннолетних детей, приемным семьям, многодетным семьям, на зубопротезирование и так далее. Не остался в стороне и сектора малого бизнеса. На поддержку субъектов малого предпринимательства из казны региона дополнительно выделено 10 миллионов рублей. Таким образом, бюджетные назначения увеличены по 10 главным распорядителям бюджетных средств из 16 и по 23 госпрограммам Ненецкого округа из 30.